и понимание его смыслов. То есть, можете у себя отметить, то, что есть разница между понятиями фахмал-кур'ан, понимания Кур'ана и между пониманием тарсир-кур'ана и между пониманием ма'рифа-туль-ма'ани познания смыслов Кур'ана. Фахмал-кур'ан, понимание Кур'ана включает в себя понимание его мудрости и его секретов. То есть, когда ты читаешь Кур'ан, Кур'ан переполнен различными мудростями и различными тайнами. Так вот, понимание мудрости Кур'ана, Когда человек их понимает, это называется фахмуль-Кур'ан, понимание Кур'ана. Что касается фразы Тафсируль-Кур'ан, то под этим чаще всего подразумевается разъяснение определенных конкретных слов. То есть, допустим, «Гайриль махбуби алейхму алябда алиин». «Не веди нас путем тех, на кого пал твой гнев, и не веди нас путем заблудших». Посланник Аллаху салам разъяснил, кто такие те, на кого пал гнев, и кто такие заблудшие. Сказал, «Гайриль махбуби алейхме имеется в виду али-ягуд, имеется в виду иудеи, а заблудшие имеется в виду аль-насары, имеется в виду христиане». Вот это вот разъяснение этих слов является чем? Называется Тафсируль-Кур'ан. А что касается ма'рифатуль-Ма'на, познания смысла, то под этим может подразумеваться то, что имеется в виду под конкретным аятом или под конкретным блоком аятов в Кур'ане. Значит, перед нами есть три вещи. Есть понятие «фахм-Кур'ан», есть понятие «фахм-Ма'нан-Кур'ан» и есть понятие «Тафсируль-Кур'ан». Фахм-Кур'ан может включать в себя, то есть понимание Кур'ана включает в себя не только понимание его смыслов, но и понимание его секретов и его различных мудростей. Что касается Тафсира, то под Тафсиром в этом случае подразумевается понимание значения различных слов Кур'ана. И третье, понимание смыслов Кур'ана, то есть понимание того, что имел в виду Всевышний Аллах под таким-то аятом. Ясно или нет? Говорит...